Песок – материал недорогой, общедоступный и легкий в обработке. Эти характеристики позволяют скульптору использовать песок как форму и потом переносить ее в дорогостоящие материалы – мрамор и бронзу. Самая большая в Европе композиция из песка – Святая Русь – была сделана в Москве. Ее установили около Храма Христа Спасителя. В ней отражены наиболее значимые события и люди в истории России. Здесь есть изображения Андрея Рублева и Александра Невского, сцены крещения Руси и Куликовская битва. Размеры композиции внушительны. Длина – 24 метра, а высота – 7. Над созданием Святой Руси трудились 12 суток, практически без отдыха, 12 скульпторов из 6 стран. Экспозиция занимает 450 квадратных метров. Из подбосковных карьеров для нее привезли около 1000 тонн песка. Сегодня скульптор делает маленький фрагмент этого шедевра – голову русского богатыря. Взяв в руки карандаш и бумагу, мастер рисует эскиз. Затем рисунок переносят на ватман или в компьютер. На ватмане все детали увеличиваются до нужного масштаба. А в компьютере композицию можно смоделировать по отношению к местности, где ее установят. Теперь скульптор делает большую пластиковую форму. Для этого он скручивает в трубу лист пластика и, чтобы тот не развернулся, обматывает его скотчем. Получается подобие детской формочки для куличиков. Для создания скульптуры используют обычный карьерный песок. Его кристаллики острые и хорошо друг за другом цепляются. К тому же в нем содержится до 7% глины. Скульптор засыпает песок в пластиковую форму, поливает водой и уплотняет специальной деревянной трамбовкой с плоской шайбой на конце. Внешне это напоминает гигантскую скалку. Утрамбованный песок оставляют в форме на сутки. За это время он приобретает нужную прочность. Выдержав необходимый технологический перерыв, форму снимают. Для этого разрезают скотч и аккуратно разворачивают лист пластика. Песок приобрел форму колонны. Теперь от этого песчаного истукана надо отсечь все лишнее. Мастер успешно это делает, используя специальные инструменты. Для больших срезов, кельму или мастерок. Выемки и дырочки удобно делать с помощью скульпторской стеки. У нее на конце есть петельки, специально приспособленные для такой работы. Для средних элементов используют мастерок меньших размеров. Форму деталям придают с помощью мастихина. Это инструмент, применяемый живописцами для смешивания красок. Он гибкий и им удобно срезать песок, создавая изгибы скульптуры. Глаза и другие круглые и выпуклые детали делают с помощью специальной ложечки. В нее набирают песок и уплотняют его. Из инструментов используют еще затирку в форме утюжка, малярную кисть для смахивания песчинок и специальную силиконовую трубочку. С ее помощью сдувают песок в труднодоступных местах. Создание гигантских композиций по силам только скульпторам самой высокой квалификации. Здесь для изготовления формы листом пластика не обойтись. Для Святой Руси делали специальную опалубку из дерева и металла, а песок трамбовали электрическими виброрейками. Купол храма Покрова на Нерли весом более тонны оказался самой проблемной частью. Скульптору пришлось очень скурпулезно рассчитывать вес и диаметр этого элемента. С нашей песчаной богатырской головой таких проблем не возникло. Выглядит она весьма достойно. Но нашему мастеру что-то не понравилось. Видимо, нет достаточного блеска в очах. Первый дубль не удался. Но песок тем и хорош, что его можно использовать бесконечное количество раз, создавая все новые неповторимые образы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова